Почему возникает цинга, если витамины сами синтезируются? А что вы понимаете под цингой Музыка Муз? Я в свое время смотрел, во-первых, там может быть совершенно разное. И цинга есть сейчас у большинства. Даже об этом Бутакова говорит. То есть, парадонтоз об этом вот как раз показывает. Это вымывание цинга и железа. Вообще, как я вижу, то, что представляют вам как цинга, это то же самое, как диабет первого типа. То есть, причины разные, диагноз один. Витамины на самом деле синтезируются внутри организма. Если вам это кажется, наедайте их, значит, или там мажьте их как-то, пожалуйста. Они либо синтезируются внутри, либо никак по-другому. Потому что все, что извне, это синтезированное, это ксенобиотики. Но в растениях и там провитамины, у животных свои витамины. Поэтому, ну, как бы, ну, попытайтесь поэкстрагировать, может быть, что-то из мяса, например. Есть экстракты из, были раньше такие препараты, экстракты из морских чудовищ мы продавали. Но очень непопулярные. Перестали их делать в Новосибирске, в Академгородке. Вот. У цинга там идёт авитаминоз, да, по витамину С, например. Но там может быть. Но я вижу там, прежде всего, упирается это железо и цинк. Но у нас у большинства ещё и идёт остропороз вообще-то, и кальций там вымывается. Это золотой треугольник. Смотрите, микро-макроэлементы, почему их приходится пополнять. Второе звено – это нормобиота. Там с ней могут быть проблемы, да. И она вот точно не пополняется извне. И третье звено – это процессы витаминизации, происходящие в организме. Здравствуйте. Мастопатия. Работали у женщин? Анастасия, я по поводу... Конечно, у меня много пациентов с мастопатией. Вы что, сейчас она практически чуть ли не у каждой? И в области боли думала, овальное моё окно даёт знать, что-то... А и что подскажете, овальное окно бывало ли у клиентов? И закрывалось ли оно в возрасте 30 лет? Что? По мастопатии – это, пожалуйста, у нас есть и ролики, и на консультацию. И давайте здесь индивидуально это мы будем смотреть. У всего есть причины, и всё это уходит, безусловно. Важно не доводить до того, когда уже нужна операция, это онкологическая ситуация, потому что там идёт слишком большое накопление настолько токсических метаболитов, что проще уже отрезать. Что не даёт, кстати, исцеления, потому что если там уже идёт... Онкология – это системное заболевание, просто отрезанием там чего-то она не решается. Мастопатия нам говорит о том, что нужно заниматься, смотреть и трофику, и лимфостаз, веностаз, и изучать... Тут помогает частично и лимфодренажный массаж, и, кстати, работа с метафизикой, безусловно, потому что это не просто так, это место, где женщина отдаёт любовь. Задумайтесь над этим. То есть здесь нужно работать желательно по разным нашим семи уровням, да? Я бы поработал аппаратной терапией, можно и работать, как и фитотерапией для улучшения и трофики, и лимфооттока. Но аппаратной можно и прямо по узелкам работать, по сути, разбивая их, да? Так и снимать информацию, и отмывать это. То есть, да, работаю, и у меня есть пациенты, у которых рассосалось, и говорят, вы знаете, ходила, врач сказал это, это невозможно. И по матке тоже, и по щитовидке узелки. Этого не может быть, говорит врач. Значит, мы ошиблись. Значит, нам показалось. Да, вот так мне вот и рассказывали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...